Здарова, молодые, пожилые и безбашенные скайвимщики! Все вы прекрасно знаете гильдию воров и как в нее вступить, чем занимается Бринюльф и все такое. Пока он отвлекает толпу, нам необходимо быстренько выкрасть кольцо, чтобы подкинуть его броншею. Но это делать совершенно не обязательно, но не об этом сегодня речь. Сегодня мы будем просто стоять и абсолютно ничего не делать. Посмотрим на реакцию Бринюльфа. Если мы будем просто стоять среди толпы и не принимать абсолютно никаких действий, не уходить, не красть кольцо, а просто наблюдать за тем, как он отвлекает толпу, а мы тем временем ничего не делаем. Поддержите, пожалуйста, данное видео Лукасом, подписочкой и огромнейшее, невероятное спасибо вот этому списочку людей. Благодаря вам и вашей поддержке видосики выходят на регулярненькой основе. Ну а мы не будем тянуть Бринюльфа за его стальные нервы, погнали по Некселю к СТА. Остался с носом. То же самое ты говорил про эссенцию огоньков, а она оказалась смесью воды и давленного корня нирна. Ну, тогда мы недопоняли друг друга. Но теперь-то речь о настоящем чуде. Эй, храбрецы и красавицы, я представляю вам фалмерский кровяной эликсир. Ну-ка, ну-ка, ты говоришь о снежных эльфах. Именно так. Таинственные существа, герои легенд, они были великими мастерами магии. Представьте силу, струившуюся по их жилам. А где ж ты это добыл? Их давным-давно никто не видел. В целях безопасности я не раскрываю свои источники, но могу обещать, что товар самый что ни на есть настоящий. Один глоток эликсира, и ваше желание исполнится. Великое богатство, вечная жизнь и неограниченные возможности. Все это может стать вашим. Сколько стоит? Всего 20 золотых септимов. Спешите, пока запасы не кончились. Он, похоже, заливает. Читайте чужие мысли. Не знаю, по-моему, стоит попробовать. Бессмертие и чтение чужих мыслей за 20 септимов. Да, верю. Деидрические артефакты, конечно, просто шутка какая-то здесь. В общем, после того, как данная аудиодорожка Бринюльфа заканчивается, они все просто начинают стоять и тупить, как болванчики. К сожалению, здесь нету никакого таймера. Мол, на время это нужно все быстренько сделать, пока Бринюльф отвлекает толпу. А если ты не успеваешь, то, ну, квест, короче, руинится, и тебя Бринюльф начинает ругать. Я рассчитывал, конечно, на такую концовку. Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Ну и не нужно. Давайте посмотрим, что скажет нам Бринюльф сейчас. И да, обратите, пожалуйста, внимание, именно с какой интонацией он будет говорить данное выражение. Когда я тут закончу, буду очень рад продать тебе эликсир. Он явно крайне недоволен тем, что мы стоим и ничего не делаем. Поэтому хоть какая-то реакция, хоть и негативная, но все равно в нем прослеживается. Так что вот такие дела. А у нас тут накануне Новый Год уже намечается, да, если вы не заметили. То, естественно, по традиции данного канала мы все-таки сегодня возьмем кольцо, но подкинем его соответствующему персонажу. Да, вот он, молодой Дед Мороз, стоит возле Донстара. Естественно, мы ему подкинем кольцо, так сказать, на удачу, чтобы следующий год для вас, для всех был хорошим, счастливым, без негатива. И чтобы все ваши мечты и желания исполнились. Ну и большое вам спасибо, естественно, за просмотр. Поддержите, пожалуйста, данное видео Лукасом, подписочкой. И приходите на трансляции, они проходят в 16.00 по московскому времени. Всех люблю, целую и до скорых встреч. Пока-пока.